Мы приветствуем всех наших братьев и сестер, миром Господа Иисуса, мы начинаем наше богослужение, поклонение Богу Живому, Богу Нашему. И мы начнем богослужение, встав на колени, кто может, кто желает, чтобы нам воззвать к Богу Нашему. Бог наш и Отец наш, мы взываем о силе крови Иисуса Христа, о жизнях наших, прося прощения, грехов наших, проступков наших, ограничения нашего. И мы просим благословения в этом акте, чтобы мы могли войти в Твое присутствие и получить благословение, которое Ты приготовил для нас. Мы молимся к Тебе во имя Иисуса. Аминь. Можете присаживаться. Давайте мы споем гимн во звание «Сей есть Агнец Божий». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он умер вместо меня и может теперь меня простить. Взываю я, прося, сейчас, упреди, простить, очистить, приди, преобразить и обновить, приди, восстановить. Приджертвенником Твоим оставляю я все беспокойство мое, ибо кровью Иисуса я имею жизнь. Продолжение следует... Слава Богу, да будет прославлено имя Господне, когда мы усовершенствуемся, хвалия в воззвании нашим Господу. И сейчас пастор Мартинс поведет нас в молитве. Господь и Бог, мы взываем Тебя с силой крови Иисуса, представляя пред Тобой всех тех, кто в данный момент вместе с нами участвует в этом богослужении, чтобы каждый мог почувствовать присутствие Духа Твоего Святого. Утешай сердца наши, чтобы в этом общении, в жизнях ихних было присутствие Духа Святого, чтобы все могли пережить присутствие Твое спасение, которое мы находим в Иисусе. Мы молимся с верой во имя Иисуса. Аминь. Да взойдет молитва ходатайства наша пред Господом. Давайте мы споем еще один гимн Господу. Праведен Ты, Господь, Бог. Праведен Ты, Господь, во всех святых путях Своих. И с достоин во всех делах Рук Твоих. Праведен Ты, Господь, во всех делах Рук Твоих. Близок Ты, Господь, ко всем призывающим Тебя. Ко всем призывающим Тебя в истине. Ко всем призывающим Тебя в истине. Субтитры подогнал «Симон» Да будет прославлено имя Господне И мы сейчас с вами зачитаем Священное Писание Которое Бог приготовил для наших сердец Которое находится в Третьей Книгой Царств 19 главе 6 по 8 стих 3 Царств 19.6 Так говорит слово И взглянул Илья И вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды Он поел и напился и опять заснул И возвратился ангел Господний во второй раз Коснулся его и сказал Встань, ешь Ибо дальняя дорога пред тобою И встал он и поел и напился И подкрепившись той пищей Шел сорок дней и сорок ночей Да гори Божьей Харива Мы просим, чтобы Господь благословил нас своим словом Слово нам рассказывает о пророке Ильи Который был воздвигнут Богом во времена великого отступления Отступничества Как и царя израильского Так и почти всего народа израильского И как осуждение для этой ситуации Господь повелел Илью, чтобы он заповедал закрыться небу Чтобы не было дождя И в течение нескольких лет не было дождя Илия уже не мог ходить свободно по земле израильской Потому что царь Ахав Он родился на иностранке Она поклонялась чуждому Богу Ваалу Она не знала Господа Эта женщина была настолько Она как бы умная И хитрая Что она в свои руки взяла все правление в Израиле И поставила жертвенники чуждым богам по всему Израилю Пророков Ваала поставила И начала гнать всех слуг Божьих И она убивала пророков Божьих Нам важно Внимательно смотреть на то, что Обращать, что они действительно убивали пророков Только Илия остался И так он выходит из Самарии По водительству Божьему Он не мог идти куда бы попало Он должен был идти только путем указанным Богом Чтобы он не умер Потому что Израиль весь уже был заражен И дал поклонством Иезавели Здесь приходит понятие, что Ерес это лжедоктрина Существует только одно Евангелие Которое, которое мы спасаемся В случае Израиля это было Слово Божье И Бог единственный Бог Израиля У нас тоже есть единственный Бог Его Сын Иисус Единственное Евангелие для спасения Это Евангелие вечное Что Иисус умер за наши грехи То, что отклоняется от этого Помните, что есть только одно Евангелие спасения Все остальные Это все лжедоктрины Ведущиеся к ереси Что такое отступничество Отступничество Это упражнение в лжедоктрине Когда ты выходишь Из истинного вечного Евангелия И начинаешь жить ересью Итак, Илья был наставлен Богом И он отправляется В место, где он был питаем Воронами Там, когда вода закончилась Он послал ее в Сарепту Сидонскую Потому что в Израиле Ему было опасно И то, что вдову в Израиле Не делали Вдова в Сарепте Иедомской Заботилась о нем Кормила его Также участие вдовы Она тоже прообраз Она была вдовой Потому что у Израиля Тоже умер Муж ее Бог ее Сын умер Значит, что нету наследника Но когда Илья воскрешает сына ее Он показывает Это тоже пророчески Что Бог вернет К истинному пути Народ израильский Помните, когда Илья Пошел на гору Кормил И только Вместе с пророками Ваала И Бог истинно Ответил Огнем с неба И Там он убил Пророков Ваала И он думал На этом все Закончится И он отправляется К дворцу Один был в Самаре Другой был В Израиле Как бы Там был один Грубо говоря Зимний дворец Летний дворец И Или Пошел Кахаву Он думал Что После этого Чуда Когда умножение Было Хлеба И масла В Сарептии Когда Дождь Снова Излился Он думал Что все успокоилось Что Бог таким образом Чудным действовал Что все успокоилось Но это не так Когда Изавель Узнал об этом Она сказала Как Илия поступил К пророкам Ваала Она тоже с ним Так поступит И убьет его И когда Библия Говорит Об этом Таким Скользящим Способом Внимательно Нужно обращать Внимание Что он Действительно Его жизнь Подвергалась Опасности Она бы убила его Изавель Она была Эдолопоклонницей Она жила Ересью Это говорит о том Что она Пыталась Замкнуть Да Заткнуть Дух пророческий В Израиле Или он Убежал Тогда Он лег Заснул Под Можжевеловым Кустом Это небольшой Куст И там Он просил У Бога Чтоб он Умер Просил Смерти Себе Он Думал Что миссия Его Исполнена И он Сделал Хорошо То что Бог Ему Сказал Делать Он Исполнил Своё Служение То что Ему Было Доверено И он Говорит Господь Теперь Хотят Меня Убить Ты Лучше Забери Меня И Изавель Хочет Убить Меня И Из Зараженных Детей Израильских Тоже Охотится На Меня И он Заснул Там И Ангел Божий Его Разбудил Здесь Начинается Небесное Действие И там Была Печёная Лепёшка И кувшин Воды Ангел Говорит Ему Поешь Он Поел Заснул Снова Потом Был Разбужен И Ангел Он Говорит Поешь Потому Что Долгий Будет Путь Он Был Вирсавии На Юге Израиля Внимательно Посмотрите Когда Начал Отдых 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 В Пещере Бог Говорит К Нему Он Подходит К Выходу Как Будто К Пещере И Он Увидел Некоторые Знамения Там Он Он Увидел Сильный Ветер Который Раздирал Горы И Сокрушал Скалы Посмотрите Какая Мощность Ветра Потом Было Землетрясение Огонь И Потом Бог Проговорил К Нему В Дующем Ветер К Интересно Он Шел Эти Дни Не Ев Не Пив И Пришел На ту же Самую Гору На которую Взошел Моисей Чтобы Получить Руководство От Бога Где Он Был Где Он Видел Небесные Небесную Скинью Небесный Ковчег Он Тоже Провел Там 40 дней 40 ночей Не Ел Не Пил Симфолический Как Будто Он Умер Да И Вошел В Божье Время Это Не Так Было Но Как Символ Проводится У Него Новая Жизнь Началась С Этого Момента И Теперь Он Идет Во Времени Божьем Как Моисей Вошел Во Время Божье Иначе Он Не Смог Б 40 дней Из Ночей Пройти Без Еды Из Воды Это Только Во Времени Божьем Можно Проводить Так Как Моисей Провел 40 дней Ночей На Горе Потому Что Бог Будет Совершать Чудеса Для Того Чтобы Разрушить Идолопоклонство И Отступничество Только Небесное Вмешательство Только Действие Чудотворения Нужно Быть В Присутствии Божьем Нужен Пророк Чтобы Было Действие Проявление Божье Для Того Чтобы Работа Божья Была Совершена Чтобы Идолопоклонство Закончилось Это Не Это Не Просто Помеха Это Вмешательство Бог Вмешивается В мир Потому Что Он Принадлежит Ему Люди Принадлежат Ему Он Желает Спасения Для Людей Как Он Желал Спасения Для Израиля И Так Трое Это Были Моисей Или Иисус 40 дней 40 ночей Без Еды И воды И Как Бог Вмешивался При Первом Завете Во Времена Моисея Так Это Это Был Ветхий Завет Заключен На Горе Хариви Когда Божье Вмешательство Было Для Спасения В Начале Израиля Потом Всего Мира И Так Там Были Знамения Громы И Молнии Звук Трубы Огонь Был На Горе Синай Гора Сотрушалась Да Это Было Тоже Землетрясение Здесь У нас Таблица Так же Да Тоже Самое Было Во Времена Или Как Мы Читали Там Тоже Был Ветер И Землетрясение И Огонь Был Это Были Знамения Вмешательства Божьего Времена Иисуса 40 дней 40 ночей Он был В пустыне Потом Был Искушаем Это Самое Большое Вмешательство Было В земле Когда Он Умирает За грехи Всех Нас Для Спасения Всех Наш Это Было Самое Большое Вмешательство Божье В этот Момент Разорвалось Завеса Землетрясение Произошло Камни Расселись Гробы Открылись Это Были Знамения Вмешательства Божьего И так Это Снова Было Вмешательство Божье Это Что же Это Была За Интервенция Божья Такая Когда Бог Спрашивает Илью Он Говорит Что Ты Здесь Делаешь Он Отвечает Он Говорит Я Возревновал О Господе Боге Саваофе Ибус Сыне Израилеве Оставили Завет Разрешили Твои Жертвенники И Пророков Твоих Убили Мечом И так Народ Израильский Был Отступником Теперь Только Вмешательство Божье И Что Господь Говорит Ему Здесь Для Восстановления Народа Божьего Израиля Чтобы Вывести Их Из Завел Поклонства Я Здесь Стих Иска Уже Нашел Господь Говорит Или Он Был Во Времени Божьем Начинается Интервенция Божья Чтобы Изменить Время Чтобы Изменить Те Кондиции Которые Происходили В земле Израильском Он Говорит Ему Пойди Обратно Своей Дорогой Через Пустыню В Дамаск И Когда Придешь То Помашь Азаилов Царя Сирии Во-первых Сирии Был Изменен Царь И Иуя Сина Намесина Помашь Царя Над Израилем Вместо Царя Ахава Елисей Получил Двойное Помазание Потом Совершил Дважды Больше Чудес Чем Илия Он Пришел В момент Когда Илия Посчитал Что Он Уже Больше Не В Состоянии Продолжать Из-за Всего Долпоклонства Которое Было Там Илия Он Трудился С Израилем Елисей Трудился И С Израилем И С Иудой И Через Это Провидение Божье Он Изменил Ход Истории В Израиле И Так И И И Он Убил Сына Ахава Потому Что Ахав Уже Умер В Гелиаде Убил Убил Его 70 Братьев Те Которые Были Связаны Они Уничтожили Изавель Всех Пророков Ваала И Очистили Израиль От Идала Поклонства И Царь Израиля Азаил И Елисей Через Свои Пророчества И Господь Сказал Или Или Говорит Что Я Один А Бог Говорит У У У У Мужей Которые Не Преклонили Колени Перед Ваалом И В Это Время Примерно 6 Лет Прошло Пока Илия Не Был Восхищен Пока Не Был Излита Двойная Порция На Элисе В Этот Вомент Явились Еще Пророки Когда Последний Круг Проходит И Элисей Уже Явились Снова Пророки И Они Начали Пророчествовать О том Что Или Будет Забран Это Прообраз Для Всей Нашей Истории Во Времена Когда Иисус Пришел Это Было Другое Вмешательство Как Бог Использовал Илию И Елисей Он Использовал Иоанна Крестителя Иисуса Потом Продолжится И дало Поклонство Но Уже Было Мощное Крещение Духом Святым И Здесь Закончивая Наше Время Подходит К Своему Концу Я Просто Хотел Сказать В конце Враг Он Использует Чуждые Доктрины Самопревозношение Гордыню Использует Предлагает Власть Даже Религиозную Для того Чтобы Увести Человека Увести Из присутствия Божия Ввести В отступничество Думая Что совершает Он Работу Божию И мы Видим Во времена Или Вмешательство Божие Потом Мы видим Самое большое Вмешательство Через Сына Своего Господь Крестит Нам Духом Своим Святым Дает Нам Новое Сердце Чтобы Мы Могли Вечно Жить В Его Присутствии Да Благословит Нас Бог Своим Словом Мы Споем Псалом А потом Помолимся Давайте Споем Гимн Дух Троединого Бога Дух Троединого Бога Сойди На Меня Соб Соб Сокрушай Меня Утешай Меня Преображай Меня Наполняй Меня Дух Троединого Бога Сойди На Меня Аминь. Да будет прославлено имя Господне. Сейчас мы помолимся обо всех, кто участвовал в этом богослужении. Приносите жизнь вашу пред Бога, чтобы мы могли быть в присутствии Божьем и познавать Бога. В Его работе, в доктрине, которая ведет нас в вечность, а не уводит нас от Бога. И чтобы Бог избавил нас от всякого ветра учения, от всего того, что не от Бога. Храните себя в присутствии Божьем. Потому что здесь речь идет о вечной жизни. Давайте помолимся. Господь наш и Бог наш. Мы молимся о всех, кто участвовал в этом богослужении. И мы просим о благословении Твоем на каждого, чтобы каждый мог переживать встречу с Иисусом. Избавь нас от лжеучений. Избавь нас от лжедоктрин. От любого пути, которое может поколебать нашу вечную жизнь. И действуй в жизни тех, кто участвует впервые. Которые, возможно, впервые с нами никогда не имели переживания с Богом. Да получишь на них благословение вечности, обетование вечности. Прими наше поклонение. Благослови нас в Твоем присутствии. Во имя Твоем мы исповедуем, что чудная благодать Господа Иисуса. Великая любовь Бога нашего вечного Отца. И святые вечные утешения. Святого Духа Божьего. Да будут со всеми нами, с народом Божьим. Аминь. Наше богослужение заканчивается. Если кто-то нуждается во внимании. Для тех, кто за рубежом, есть QR-код. Сейчас можете направить камеру своего телефона. Мы в вашем распоряжении, чтобы уделить вам внимание. Если желаете поделиться вашим опытом с этим богослужением. Или с другими богослужениями, в которых вы участвовали. Можете воспользоваться другим QR-кодом. И те, кто в Бразилии, если вы желаете, чтобы за вас помолились тоже. И для вас есть телефон, бесплатный горячей линии. И QR-код, по которому вы можете связаться. Наше богослужение закончено. Мир Божий всем вам. Субтитры создавал DimaTorzok